Всем привет, друзья! Вы на канале Slovat United, меня зовут Эмиль, и сегодня сделаю долгожданный эксперимент. Давненько мы их, кстати говоря, не делали, занимались карьерой. Если вы, кстати, не смотрели карьеры на максималках, я вам рекомендую это сделать. Ссылочка будет в правом верхнем углу. Начните смотреть. 100 серий, очень интересно, пролетят незаметно. Но, что касается нашего героя сегодняшнего, это, конечно же, Расмус Хойлунд, футболист. Ну, многим интересно, заиграет он, не заиграет. Условно, заиграет ли Кейн в Баварии? Ну, скорее всего, заиграет. То есть эксперимент проводить смысла особо нет. Но вот заиграет ли Расмус Хойлунд в Манчестер Юнайтед, в который его так серьезно сватают? Думаю, что есть смысл это проверить. Итак, в реальности Хойлунд сейчас оценивается ни много ни мало в 45 миллионов евро. Откуда взялась такая стоимость? Честно говоря, я с трудом представляю. Да, Хойлунду 20 лет сейчас уже. Но статистика Хойлунда не только не впечатляет, она даже скорее разочаровывает. Потому что 9 голов, вот сейчас, чтобы не соврать, 9 голов в 32 матчах серии А. Отнюдь не супер статистика для форварда. 6 матчей за сборную и 6 голов за сборную Дании. Ну, знаете, в играх национальных сборных бывает всякое. Честно скажем. Сказать, что Хойлунд этим своим результатом заслужил оцениваться в 45 миллионов, это как минимум странно. Интересно другое. Вообще, будет ли Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда покупать? Потому что МЮ торгуется, Аталанта выставляет свою цену. Продавец может диктовать свои условия как угодно и выставлять какую угодно цену. А покупатель либо с ней согласен, либо уходит. Таковы правила. Все нормально. Но продавец должен также понимать, что Расмус Хойлунд это нападающий. Нападающие, как никто, быстро теряют в цене. Вот как вы думаете, Антони Марсиаль, которого Манчестер Юнайтед в свое время приобрел за 60 миллионов евро. Сколько сейчас стоит? Всего пятнашку. 15 миллионов евро. А ему тоже прочили великое будущее. Сейчас Марсиалю 27 лет и он, ну, в общем-то, оказался травматом. Хотя футболист, безусловно, неплохой, но травматичный. И сейчас это чемодан без ручки с большой зарплатой, который никому не спихнешь. Это то же самое, как Харри Магуайр. Ну, Харри Магуайр не по причине травматичности, а по причине просто того, что это недостаточно хороший футболист. И таких примеров в Манчестер Юнайтед много. Юнайтед совершает бездумные трансферы за огромные бабки, а потом не знает, что делать с игроками. То же самое Фред. Купили за почти 60 миллионов евро. Сейчас никто его не берет за 10, потому что, ну, потому что игрок такого уровня, ему сейчас уже 30. Как можно было заплатить за Фреда такие деньги? Вопрос. Как можно было за Антони заплатить такие деньги? Вопрос. Как можно сейчас предлагать за Хойланда больше 50 миллионов евро? Лично для меня это огромный вопрос. Если Аталанта не готова снижать цену, до свидания. Вообще, конечно, нападающий это большой риск. Я не закончил эту мысль. Потому что сегодня нападающий забивает он в фаворе. Цена на него растет. Ну, представим, следующий сезон и вот просто переть не будет Расмусу Хойланду. Вот просто даже у самых лучших игроков бывают неудачные серии. Вот он до зимы забьет, там, дай бог, два гола за 15 матчей. И что? Цена на него моментально упадет, и Аталанта лишится каких-либо шансов на нем вообще заработать. Да, Аталанта приобрела сама его за 17 миллионов. Понятно, что там за 20 она его не продаст. Но условная цена там в 35-40 была бы адекватной. Но лучшее предложение на самом деле это 40 миллионов сразу и 65-70 миллионов бонусами. Разной степени достижимости. То есть, условно, забивает Хойлунд 10 голов в английской премьер-лиге, Манчестер, на это, платит 10 миллионов. Забивает 15 голов, еще 5 миллионов. Забивает 20 голов, еще 5 миллионов. Выходит в стартовом составе, там, 15 играх, еще 10 миллионов. И так далее. То есть, бонусы не такие прям труднодостижимые, типа, выиграет золотой мяч, или, там, станет лучшим бомбардиром Европы. Это труднодостижимые бонусы. Но, если он хотя бы какую-то пользу Юнайтед принесет, Аталанта получит с этого сверх деньги. И это, на мой взгляд, очень-очень крутое предложение. То есть, Аталанта его так хочет, там, допустим, за 70, тут они получат гарантированно, там, ну, условно, 40. Но зато, наверняка же он будет и в стартовом составе выходить, если игрок стоящий. Если игрок окажется не стоящий, то, ну, что сказать, 40 миллионов они получили за ничего не стоящее бревно. Тоже, знаете ли, неплохо. Но Аталант хочет играть по-крупному, потому что МЮ мешок, его все хотят развести. С моей точки зрения, что касается игровых качеств Хойлунда и то, как он представлен в футбольном менеджере, это похоже на правду. Хойлунд игрок не тупой. Хойлунд игрок достаточно умный. Он отдает хорошие передачи. Это не просто безголовый, знаете, там, подставитель ног и головы под подачей соперника. Он владеет дриблингом, он умеет обводить, он отлично играет корпусом при своих габаритах, он великолепно ускоряется. И, в общем, футболист действительно хороший. Ну, хороший. Условно, за 40-45 миллионов футболист прям классный. За 70, ну, второй Марсиаль может быть. Кто знает. Потому что никто не застрахован от травм, никто не застрахован от адаптации. В АПЛ адаптироваться очень сложно. И даже, казалось бы, ну, вот Джейден Санчо, который несколько сезонов провел на хорошем уровне в Баруси, приехал и, ну, не то чтобы прям совсем провалился, но начал он очень плохо. У него на протяжении очень долгого времени не было ни одного результативного действия. Там матчи 15 или 20, я могу ошибаться, но в первом сезоне Санчо был абсолютным провалом. Понятно, что там система тренерская была другая. Понятно, что при Тенхаге, возможно, будет лучше. Но адаптироваться в любом случае будет непросто. Непросто в АПЛ, тем более молодому 20-летнему парню. Хойланда часто называют там Холландом с Алиэкспресса, вторым Холландом и говорят, ну, он молодой, это новый Холланд и так далее. Но так сам оригинальный Холланд-то не старый. Оригинальный Холланд в 20 лет, ребят, забивал только в путь. И статистика Расмуса Хойланда это посмешище по сравнению с тем, что делал Эрлинг Холланд. Холланд старше Хойланда на 2 года. Сейчас у нас сезон, ну, получается, 22-23 был. В возрасте Хойланда Холланд забивал за Боруссию 27 мячей в 28 матчах, а за сезон до этого 13 мячей в 15 матчах. Вот это, ребята, статистика. 60 миллионов. А Таланта хочет 70 за Бруссок, пока еще не отесанный, который близко такую стату не выдает. Я понимаю, почему Манчестер Сити заплатил 60 за Холланда, потому что Холланд крутой. Хойланд близко не показал такой стабильности. И давайте посмотрим прошлую статистику Эрлинга Холланда. В Зальцбурге 14 матчей, 16 голов. В Мельде, ну вот он был тогда совсем молодой, 2018 год, сколько ему тогда было лет. Это вообще 12 голов уже забивал. В 25 матчах. 12 голов в 25 матчах. Ребят, это, ну, просто, просто невероятно. И Холланд был реально невероятен уже тогда. А что касается Хойланда, то тут все не так легко, не так просто. И пока сказать, что Расмус Хойланд это топчик, нельзя. Сейчас будет небольшой спойлер. У Хойланда с текущей способностью FM оценивает на момент начала сезона 22-23 в 132. 156 это его потенциальные способности. Адаптация прописана как 16. Ну, все показатели, в общем-то, у него здесь хорошие, кроме темперамента. Конфликтости особо нет. Довольно стабильный. Неплохо в ключевых матчах. Склонность к травмам 7. Ну, это все-таки связано с антропометрией, потому что чем, как говорится, футболист рослее, мощнее, тем больше нагрузка на ноги, на колени. И, собственно, нападающим очень часто дают по ногам. Вот, поэтому здесь возникает такой небольшой риск травматичности. Ну, и понятное дело, что не факт, что вот с такими вот скиллами Расмус Хойланд пробьется в Манчестер Юнайтед. Но мы все же этот переход осуществим. Ну, для сравнения, вот так выглядит Антони Марсиаль. Антони Марсиаль, кстати, неплохо достаточно играл в первые сезоны в Манчестер Юнайтед. Он показал результат 31 матч и 11 голов. Вот будет интересно, превзойдет ли хотя бы уровень Марсиали в первом сезоне Расмус Хойланд. И был один сезон у Марсиали, где он 32 матча провел и забил аж 17 голов. Это, безусловно, лучший сезон Антони Марсиали. 19-20 в МЮ забивал очень-очень много. Ну, посмотрим. Посмотрим. Марсиаль, если что, по своим характеристикам превосходит Хойлунда. И, скорее всего, Марсиаль будет много играть. У него здесь травматизм стоит 13. Но по факту травматизм у него, наверное, 17. Мы его исправим, чтобы и Хойлунд побольше играл. Чтобы Марсиаль калечился, ну, плюс-минус так, как в жизни. Тут нет Криштиану Роналду в составе, как конкурента Хойланду. Поэтому у нас для частоты эксперимента Расмус в составе будет. И для частоты эксперимента, чтобы у нас его ставили просто. Мы же понимаем, что его должны будут ставить. Мы ему сейчас просто физическую форму сделаем максимально хорошей, полностью готовым. Чтобы его просто почаще ставили, наигрывали и так далее. Потому что по характеристикам, FM-ные тренеры, они выбирают по характеристикам. И Тенхак скажет, ну, нет, у него характеристики хуже. Поэтому играть будет Марсиаль или Решфорд даже. Поэтому мы вот так вот немножечко легальным читом поможем Хойланду. И посмотрим, что Расмус будет из себя представлять. Как он проведет сезон. Кстати говоря, в комментариях напишите, что вы думаете об этом переходе. Может, ну, какая по-вашему судьба ждет Расмусу и Хойланду, если переход все же состоится. На момент записи этого видео переход еще не состоялся. Я не знаю, состоится ли он. Возможно, вы будете там через месяц после выхода видоса его смотреть. И скажете, типа, ха-ха, что он несет видос, фигня полная, Хойланд не перешел там и так далее. Мало ли, что будет в будущем. Я не Ванга, поэтому ничего сказать не могу. Но сейчас давайте посмотрим, что будет у Расмуса и Хойланда получаться. Итак, сезон английской премьер-лиги прошел. Как там дела у МЮ с Хейландом? МЮ на 10-м месте. Тенхага удивительным образом не уволили. Так, может быть, он что-то выиграл. Ага, вышел финал Кубка Англии. Как в реальности, кстати. Вышел финал Лиги Европы. Вот поэтому его еще не уволили при таких ужасных результатах. А в Кубке Лиги, кстати, в реальности выиграл. Здесь не фортануло. Ну что, как там дела у Расмуса Хейланда? Спросите вы. Расмус Хейланд теперь стоит 38-115 миллионов. Забил 12 голов в 32 матчах. Ну, что-то на уровне Антони Марсиаля. Это было у нас в чемпионате. В Кубке 7 матчей, 6 голов. В континентальных турнирах 9 матчей, 5 голов. Ну, довольно неплохо, надо сказать. Хейланд себя показал. Довольно неплохо. И, ну, конечно, удивляет, что Манчестер Унайтед аж на вот таком десятом месте. То есть, очень-очень низко. И, если честно, тут какой-то и состав максимально странный играет. Но это, я так думаю, просто временный какой-то кубковый турнир. Потому что не должен Манчестер Унайтед этим составом был играть. Давайте посмотрим. А нет, смотрите-ка. Какие-то камвалы, горы они играли в сезоне. Хотя здесь вот этот персонаж выходил. Нью-Касл был обыгран. Ну, нет, нет. Все-таки основа была нормальной по большей части сезона. Выходили футболисты. Высокого уровня. Дехея, кстати, два матча провел. 6-1, 6-0. 5-9. Да, что-то у Давида Дехея вообще дела не ладились. Ну, что ж. Не знаю. Может быть, еще в финале кубков затащит у нас Расмус Хейлунд. Антони Марсиаль травмируется постоянно. Ну, это мы добавили реализма. Так, по трансферам. Кого вообще покупали? Ну, это все старые переходы. Здесь, ну, вот этот Сахрау из Валеренги перешел. Это теперь игрок Основы. А кого продали? Есть ли такие? В общем-то, ничего особенного. Никаких новых переходов не было громких. Поэтому сейчас промотаем. Посмотрим, что Манчестер Юнайтед сделает в кубковых финалах. Ну, что ж, по пенальти с одинаковым счетом 1-1 Манчестер Юнайтед выиграл оба турнира. Так, а как у нас там показал себя Хейлунд? Сыграл на 6-8 в финале Лиги Европы. В финале Кубка Англии Хейлунд не забил ни тут, ни там. И играл, в общем-то, на не очень высокие оценки. Но за сезон прокачался. Прибавил, мы видим, у него появились ярко-зеленые характеристики. И вот сейчас мы с вами на том моменте как раз, на том самом Хейлунде, который присутствует у нас сейчас. Добавил по единичке практически в каждом компоненте. Он стал у нас 151, да, прибавил. Практически раскрыл уже свой потенциал. Ну и следующий сезон, я думаю, что он станет таким уже определяющим. Сейчас мы в МЮ добавим Маунта и Аннану. Потому как они исторически туда переходят. И промотаем следующий сезон. Итак, середина второго сезона. Как дела у Расмуса Хейлунда? Расмус Хейлунд сыграл всего 13 матчей. Стал запасным в Манчестер Юнайтед. Забил два гола. Ну, в общем, спад пошел. Стефано Пиоли теперь новый главный тренер. Нападающий у Стефано Пиоли Бруно Фернандеш. Да, действительно, что мелочиться какого-то Хейлунда там. Фернандеш оценен в 477 миллионов. Вот так надо. Кстати, интересно, когда уволили Тенхага. А Тенхаг, кстати, уволили, несмотря на два завоеванных трофея. Его и выгнали сразу. Хотя, ну, все-таки он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы. Пришел Пиоли. Лучше, естественно, не стало. Очень странно было увольнять тренера. Тренера Бруно Фернандеш, кстати, забил 10 голов. Вот, при Пиоле. Я вот думаю, ну, может быть, Бруно убрать позицию нападающего. Потому что... Что за бред? Хейлунд у нас так играть вообще не будет. Пять поставим. Чтобы он не играл над позицией форварда. Зачем ему это надо? Я понимаю уже, что все условия создаю просто, чтобы играл Хейлунд. Но, видите как, Хейлунду туда упорно не ставят. Ну, ладно. Марсиале вообще выставлен на трансфер по просьбе. Хейлунду давайте, как в прошлый раз. Ну, видать, его из-за скиллов не ставят еще. Мы попробуем... Попробуем ему травмы убрать. Чтобы он там вообще весь просто цвел и пах. Чтобы ему просто давали играть. Нам интересно, сколько он будет забивать, а не как он будет сидеть на скамейке. Ну, понятно, что Тенхага в начале этого сезона не уволят. Тенхаг будет работать. По... Тому, что МЮ показывал в этом сезоне. О, Аталанту, кстати, обыграли. Хейлунд забил. Ха-ха, бывшей команде. Вот так Аталанта. Тольются еще вам монкунянские слезы. Кстати, суперкубок Англии... Англии... Ой, суперкубок Европы был выигран у Манчестер-Сити. А суперкубок Англии проигран по пенальти. И здесь Джейден Санчо не помог. Вернее, в матче-то он забил. А вот Маунт и Марсиаль прокакали свои шансы в самом начале игры. Аннана. Еще один, кстати, у нас такой мини-эксперимент нарисовался. Как Аннана себя правит. Аннана 5-5 в матче против Эвертона. 6-7 был с Ливерпулем. У нас Сити уже получше. Дальше 3 сухаря подряд. Ничейка с Челси. Ну вот... Удивительно. Но Хойланд-то попадал здесь в состав. Видимо, на замену выходил. Кому он еще забил? Так, ну в Лиге чемпионов понятно. Мехди Тереми. Тут Манчестер Юнайтед забивает. Они купили нападающего Тереми. Понятно. Ну, 31 год. За сколько вы взяли, интересно? За 54 миллиона! Ну, Хойланд хотя бы молодой. Вы дедушку зачем купили за такие бабки? А даже здесь МЮ ведет просто дебильную трансферную политику. Просто дебильную. Тут... Тут... Ничего не скажешь. У них 3 поражения подряд. Харри Магуайр удален. Анана 6.1. Санчо Завил Анана 6.2. 0.2 опражнения. У Ананы рейтинг 5.6. Просто что это? Супер воротарь. Вот 50 миллионов за то. Сколько там он стоил? Гениально. Да, на турнирах 6.66. Средняя оценка. Да. Бардак. Бардак. Ну, посмотрим сейчас, будет ли играть в основе Расмус Хойланд. Знаете что? Даже в запас не попадает Хойланд. Даже в запас не попадает. Да, Пиоли, конечно, убил игрока. Просто на повал. Хойланд не используется. Так, как дела там у Тенхага? Потому что мне кажется, что надо физрука Пиоли уволить и вернуть обратно Тенхага. Несправедливо. Несправедливо его выгнали. Давайте вернем. Вернем одного лысого шарлатана. Поменяем на другого. Вернее, старого доброго Эрика Тенхага вернем. Потому что, ну, невозможно. Пиоли даже не ставят на поле... Даже не ставят на поле Хойланда. Нам эксперимент портит. Поэтому, прости Стефана, так нельзя. Ну, шо ж, вернул. Вернул Тенхаг Расмуса Хойланда. Он сразу же забил. Сразу же оправдал доверие. Но, честно, было странно видеть Мехдиты Реми в основе Хойланда. Где-то там сидящим непонятно где. Поэтому здорово. Будем следить за ним дальше. Ну, шо ж, сезон МЮ Тенхага провел гораздо лучше. На четвертом месте. Ну, и, кстати, ошибочки-то, я думаю, исправлены. Который допустил Пиоли в начале сезона. Если бы не его провал, думаю, что все было бы лучше. А что там Хойланда? Он стал лучшим бомбардиром команды. Ну, не знаю. Забил всего 8 голов за 27 игр. Так. Ну, и стал выходить, как я понял, во второй части сезона. Все-таки Расмус. Посмотрим расписание. Как там дела шли. С Лестером 2-2 Тереми. Вот Хойлан забил ворота Бормута. Ливерпулю забил. Иван Озон какой-то есть. Что это? Озон 671 Games. Еще один нападающий. Зачем они покупают этих Озонов каких-то? У вас есть супернападающий? О, даже после удаления Магуайра, смотрите, справился с Ливерпулем Хойлунд. И Пенальти забил. Один из решающих. От Боруссии проиграли в Лиге Чемпионов. Не прошли дальше. В Кубке проиграли Арсеналу. И вот здесь были победы. Куча побед. Участвовали из них Хойлан. Хойлан забивал. Хойлан забивал. Причем в концовке много забивал. Ну, в концовке раскочегарился. Ворота Монсити не забил. Но даже не играл в этом матче. Но Юнайтед Сити обыграл. Вот такие вот дела. Но что касается самого Хойланда, то что-то мне подсказывает. Что-то мне подсказывает, что Расмус примерно такую же статистику и выдаст. Вот что-то около того. Стоит ли за это платить? Ну, сейчас разговоры идут там о 60, по-моему, миллионах евро. Я думаю, что нет. За 60 миллионов евро должен прийти готовый, сильный, хороший футболист. Не игрок на вырост. Потому что Хойланд это все-таки игрок на вырост. И на вырост такой очень существенный. Получит ли он этот рост в Манчестер Юнайтед? Ну, так-то по уму ему бы еще пару лет поиграть в Аталанте. Доказать, что он не случайно вообще сейчас считается молодым и перспективным. Что у него за этой перспективой есть еще что-то реальное. Потому что много было молодых перспективных. В том же Манчестер Юнайтед, если их перечислять, пальцев не хватит. Начиная от Федерико Македы, когда надеялись, заканчивая Янузаем, да кем угодно. Очень много было молодых перспективных. Но чтобы молодой перспективный развился, ему нужно постоянно играть. Ему нужно набивать шишки, иметь опыт какой-то, чтобы перейти в топ-клуб просто из ниоткуда. То есть тот же Эрлинг Холланд, перед тем, как перейти в Манчестер Сити, он прошел все стадии. От Мёльде до Зальцбурга, потом Боруссия-Дортмунд и только потом Сити, когда он уже был футболистом топ-класса, который топ-класс подтвердил и в Бундеслиге, и в Лиге Чемпионов. Когда футболист переходит, ну как в случае с Холландом, сейчас, после одного сезона в Аталанте, где он, ну прямо скажем, не сверкнул, не сказать, что он там в 32 играх забил, например, 25 голов. Тогда можно было сказать, да, это новый Холланд, он много забивает, и вот там платите 60-70 миллионов. Пока в Расмусе я такого не вижу. И когда кто-то начинает говорить, о, нельзя купить в современном мире футболиста, недорого, Манчестер Сити вообще просто опровергает все эти домыслы. Вот они взяли Альвареса за 16,5 миллионов евро. Как? Как они это делают? Как они берут хорошего нападающего за такие деньги? Берут, и нормально у них все. У того же Альвареса была нормальная статистика. Он вот сыграл один сезон, 34 матча, 19 голов. Следующий сезон, 11 матчах, 8 голов. О, неплохо. То есть мы видим, что он не игрок одного сезона, мы видим, что он забивал. И мы понимаем, что у Альвареса получится, и не надо за него платить там какие-то 50-60 миллионов. Если бы Холланд был хотя бы англичанином с адаптацией в АПЛ, игрок другого клуба АПЛ, я бы еще понял, что он стоит там 50 с чем-то миллионов. Но, ребят, игрок, не знаю, очень большой риск. И с итогами эксперимента этого я, в принципе, согласен. МЮ нужен форвард, безусловно. Но возникает вопрос, я думаю, не только у меня. А почему для МЮ цены завышаются? То есть даже в сравнении с Манчестер-Сити для МЮ цена другая. Мы видим, как другие клубы АПЛ покупают футболистов и покупают их за какие-то приемлемые деньги. Как только Манчестер-Юнайтед кем-то интересуется, цена на него взлетает. На мой взгляд, здесь есть ошибка, определенная со стороны руководства и тренерского штаба. Когда Эрик Тенхак говорит, мне нужен Хойланд, и больше никто. Так, естественно, если ты об этом заявляешь на весь, блин, мир, что тебе нужен Хойланд, Аталанты сделают все, чтобы продать его тебе подороже. Неужели нельзя как-то блефовать? Неужели нельзя себя вести как-то по-умному? И сказать, ну, у нас вот Кейн, у нас там Мбаппе, у нас там Коло Муани, еще пять человек, и в том числе и Хойланд. Ну, типа, хотите, мы у вас его купим там за сорокет. Ну, не хотите, надеетесь, что он в этом сезоне забьет хотя бы девять голов, чтобы в следующем сезоне его не продать какой-нибудь Вулверхэмптон за двадцатку и умолять еще, чтобы его забрали. Такие дела. На мой взгляд, здесь именно вот эта какая-то странная политика, которую ведет Манчестер Юнайтед, она, ну, прям вот вообще налицо. Ливерпуль берет, подписывает там Алексиса Макалистера из Брайтона за сущие копейки. Как? Вот так. Берет, подписывает. Я еще понимаю, что не всегда у МЮ прям провальные переходы. Взять, ну, например, переход Бруно Фернандеша. Каким-то образом его продали за адекватную цену. Даже переход Аннаны. Все-таки вратарь, который играл в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Нельзя сказать, что 50 миллионов за вратаря с опытом игры в финале Лиги Чемпионов это переплата. Это, ну, такая, наверное, чуть завышенная, но все же нормальная цена. Но, тем не менее, вот с Хейлундом сейчас уперлись в какой-то потолок. И мы, конечно, не все знаем. Но я надеюсь, что эта ситуация разрешится. И Аталант получит свои деньги, и Манчестер Юнайтед получит нападающего. Друзья, надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, на группу ВКонтакте и на Телегу. Там в комментариях можете предлагать идеи для следующих экспериментов, кстати. Ну, и, конечно, не забывайте, друзья, что все видосы выходят при вашей поддержке. Спасибо большое тем, кто поддерживает канал материально. Всего вам самого доброго и хорошего. Удачи и пока-пока-пока. Пока.